Майя, ты сегодня отлично фехтовала. Расскажи, довольна своими выступлениями сегодняшними? Нет, конечно, я хотела попасть в личную, попасть на пьедестал, но как получилось, у меня чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не доработало где-то. А так, в целом, да, довольна. Какой бой для тебя сегодня сложился лучше всего? Каким боем больше всего довольна? Довольна, конечно, боем с Куловой. Как-никак, она идет по России первая, самая сильная, считается, фехтовальщица. И, ну, мне, если честно, легко дался с ней бой, почему-то. Я думала, сложнее будет, а я на одном дыхании каком-то его выиграла. Потом с Севковой были шансы или сегодня она была просто неостановима? Шансы всегда есть. У нас фехтование, шпажное фехтование, ты не поймешь, кто выиграет, кто проиграет. Там можно одним уколом решить весь бой. Так что, наверное, с Севковой было лучше. Мне еще до Севковой фехтовать, фехтовать. Майя, ну, ты известна своими хорошими выступлениями на юниорском уровне, да? А как ты думаешь, что тебе не хватает для того, чтобы сделать качественный такой шаг вперед на взрослом уровне? Мне правда говорить, да? Ну, я чуть-чуть ленивая. Тренеры надо мной работают. Я им очень благодарна за это. Витал Санчо, Александр Сергеевич. Но они прям меня напрягают. Работай, работай, работай. Вот я с ними работаю. Вроде пока все хорошо. С Божьей помощью, наверное, в дальнейшем все будет еще лучше. Какие планы у тебя теперь на этот сезон? Ну, мне пока попасть в восьмерку в команду, чтобы ездить на этапы Кубка мира. А дальше уже посмотрим. Олимпийский сезон закончится. Если с какой-то Божьей непонятной помощью я попаду в команду, то это вообще будет шикарное завершение моего сезона. Но он будет работать, и мы поработаем над этим. Спасибо большое, и удачи в этом сезоне. Спасибо.